Девушки отдыхают Девушки отдыхают Настоящего преступника, подчас вычислить которого не так-то просто Ударник труда, отличный семьянин, не пьет, не курит, награжден медалью или даже орденом Биография большинства жестоких убийц безупречна Зверь в человеке может дремать годы, но рано или поздно монстр просыпается Моя сегодняшняя история во многом уникальна Не часто сыщикам ради правды приходится нарушать закон Но когда на кону человеческие жизни, это можно понять Знакомьтесь, вот они, герои моего очередного детектива Донат Попов В 70-е начальник отдела уголовного розыска Коллеги говорят, найдет даже булавку в стоге сена Татьяна Буженкова В 70-е следователь прокуратуры За глаза ее называют «железная леди» Первое громкое дело раскрыло в 20 с небольшим 78-е Израиль и Египет подписывают мирный договор Буря протеста в арабском мире США испытывают нейтронную бомбу Мир негодует А в СССР кое-где вводят талоны на продукты Об этом не говорят публично и не пишут в газетах В стране победившего социализма в моде дубленки Но даже они не спасают от страшных холодов декабря 78-го Сегодняшняя история началась именно в это бурное время В портовом городе Архангельске В начале 78-го по городу прокатилась волна жутких убийств Подробности этого дела ужасают даже сегодня А тогда все материалы было приказано засекретить И на то были все основания Тот день следователь прокуратуры Татьяна Боженкова запомнила на всю жизнь Рано утром у нее на квартире раздался звонок Голос встревоженный Только что сообщили На стройке у кинотеатра «Русь» нашли голову Немедленно выезжайте У ворот перепуганные рабочие Татьяну Боженкову подводят к яме На дне ямы отрубленная женская голова Около нее лежали скрещенные кисти рук И также скрещенные примерзшие кисти Не кисти, а стопы ног Тем временем на стройку прибывает начальник местного уголовного розыска Донат Попов Сыщик тщательно осматривает жуткую находку Беседует с рабочими Попов чувствует На стройке что-то не так Неподалеку Донат Владимирович замечает стаю ворон Они кружатся вокруг одного и того же места Там сыщик обнаруживает Еще одну женскую голову Царь и великий князь всея Руси Иван Васильевич Повелел поставить на Двине Город для корабельной пристани Так четыре столетия назад Около древнего монастыря Михаила Архангела Возник город Северные торговые ворота России Дело принимало крайне серьезный оборот Для Тихого Архангельска подобные убийства казались немыслимыми Установить личность убитых женщин тоже не удавалось От родственников в милицию никто не подавал заявление о пропаже Что дальше? Идею Донату Попову подбросил один из судмедэкспертов По мнению эксперта Обе убитые женщины при жизни частенько любили выпить Пьяницы жили над вытрезвителем На банковском тогда вытрезвителем был Донат Попов предположил Убитые вероятно были постоянными клиентами этого заведения Вытрезвители Однажды еще в советское время меня туда забрали Приказываю заступить на охрану лечебно-трудового профилактории номер 8 Не допустить нарушений социалистической законности и побегов Направо! О! Шагом! Парш! Шел с приятелем со дня рождения Вроде не падали и вели себя прилично В отрезвителе, правда, я пробыл недолго Меня заставили поднять с полу монетку А затем пройтись с закрытыми глазами Так на глазок определяли степень опьянения На следующий день на работу пришла телега Принять меры Разумеется, их приняли Фото вывесили на доску позора Даже лишили премии Ну, выпил, с кем не бывает Вот их рассуждение Однако в большинстве тут завсегдаты Алкоголь, который держится в организме 48 часов Уже взял на ней неверно Хорошо отметили день рождения, что и говорить Сыщики во главе с Донатом Поповым Буквально перевернули весь в отрезвитель Работникам и даже завсегдатаям Показывали жуткие фото женских голов Один из пенчужек опознал своих старых знакомых Мария Герасимова и Анна Попова Когда мы установили личности первых убитых Поповой и Герасимовой Мы же пошли с обысками К их родственникам Обе квартиры перевернули вверх дном Искали замытые следы крови Однако ничего не нашли Мать погибшей Анны Поповой вспомнила У дочери был сожитель Высокие отношения Вот тут у нее шрамик, это я ее ножичком немножко Жуткая находка на уроке физкультуры Убийца-мясник Или хирург В больницах тоже, в юридических отделениях ребята пошли Секретное дело, о котором молчали 30 лет Сожитель убитой Анны Поповой Некто Кузнецов Мужчину решено задержать На первом же допросе Кузнецов признается Давно не видел свою подругу Кузнецову сообщают, что его подруга убита Тот не верит Следователь Татьяна Боженкова Решает показать ему останки возлюбленной Кузнецов ведет себя очень странно Это было немножко анекдотичное опознание Потому что он взял ее голову в руки Начал ощупывать и говорит О, моя Вот тут шишка Это я ее о печку ударил Вот тут шишка у нее на голове Это я обухом топорика стукнул А вот тут у нее шрамик Это я ее ножичком немножко порезал Что и говорить, высокие отношения Появляется версия Именно Кузнецов убил свою сожительницу И ее подругу В квартире подозреваемого проводят обыск И находят следы крови Анны Поповой Кузнецов ликует Ну конечно Это я ее об стол бил Я говорю правду Несчастный даже не понимает Что все больше вязнет в жутком деле Мужчине предлагают во всем чистосердечно признаться Однако тот стоит на своем Никого не убивал Тем временем на другом конце города На пробежку выходит учащийся ПТУ Строгий физрук предупреждает Скоро будете сдавать ГТО Увижу кто-то сошел с дистанции Пеняйте на себя ГТО Сегодня эту аббревиатуру мало кто вспомнит А ведь когда-то слова Готов к труду и обороне Знала буквально вся страна Сегодня автоматизация Устраняет тяжелый физический труд И только физкультура и спорт Могут компенсировать Возникающий недостаток движения Сто метровка за 14 секунд Прыжок в длину 4,5 метра А еще были марш-бросок Плавание, толкание ядра Стрельба из винтовки И даже метание гранат Однажды спросил в шутку у физрука И к чему нас готовят? Космонавты пойдете, сказал учитель Стать космонавтом Об этом мечтали почти все мальчишки во дворе И я тоже Пробежка подходит к концу Неожиданно физрук замечает Отсутствуют двое парней Через пару минут Те появляются В руках большой чемодан Обнаружили В трубе этот чемодан Вытащили его Увидели, что там Лежат куски мяса Учитель осмотрел странный чемодан И велел отнести обратно, где взяли Много позже следствие придет к выводу Если бы взрослый сразу обратился в милицию Возможно, удалось бы избежать Новых жертв Эксперты в один голос твердят Расчленение совершено профессионалом Сыщик Донат Попов предлагает версию Убийца мясник или хирург? Начинается проверка Бывших и действующих врачей В больницах тоже В хирургических отделениях Ребята прошли Вот работа-то большая была проведена Другую бригаду Попов посылает На местный рынок и в магазины Сыщикам поставлена задача Пристально изучить работу каждого мясника Проверить биографию Особое внимание обращать на профессиональные навыки Как именно разделывает туши Какие инструменты использует Тем временем в Архангельске Начинают распространяться слухи Якобы в городе объявился маньяк-каннибал Он убивает всех без разбора Режет на куски А мясо продает на базаре Очень скоро паника приняла серьезные масштабы Вражеские голоса Тут же стали передавать Что в Архангельске Наблюдаются случаи каннибализма Информация доходит и до высоких московских чинов В прокуратуру УВД Начинаются звонки Столичные начальники в гневе Да что там у вас происходит Если об этом говорят даже за рубежом Люди боятся покупать мясо на рынках А ведь в конце 70-х В Архангельске его больше Негде свободно купить Шутка тех лет Длинная, зеленая, пахнет колбасой Это электричка, набитая провинциалами Которые едут из столицы домой С продуктами К нам почти каждые полгода кто-нибудь приезжал Чаще всего родственники Но были и просто знакомые С утра до вечера они бегали по всей Москве за продуктами А по вечерам у нас дома вкусно пахло Финским сарвелатом Свежими бананами И прочей дефицитной сненью Вскоре становится ясно Дело растерзанных женщин буксует Начальник уголовного розыска Попов почти уверен В Архангельске объявился маньяк Если так, то убийства будут продолжаться У сыщика появляется идея Давайте все женщины И так далее и тому подобное Которые заявления поступают Давайте субоментальные дела Разыскные заводите на бизнесе пропавших И сообщайте меня Сыщик поднял дела пропавших женщин За последние полгода Внимание Попова привлек загадочный случай 26 января 78-го В милицию обратились две встревоженные женщины По их словам, накануне Под вечер исчезли их дочери Инна Игнахина и Света Еремеева Они учились в КПТУ На цветоводов Девочкам по 15 лет было И собрались вечером сходить в кино Родители пропавших девочек Старались припомнить Хотя бы малейшие странности В поведении дочерей И сами выдвигали версии Может уехали за город Или встретили мальчиков Родители готовы были простить все Лишь бы увидеть дочерей живыми Но Попов и Боженкова чувствовали Это исчезновение связано С жуткой находкой на стройке Вероятно дети попали в руки Того же маньяка Последний раз Инну и Свет Увидела их общая подруга Сразу после кино Все отправились по домам Что-то около 12 часов Они возвращались Значит они с этой подругой Расстались И пошли по Нечеркой стороне улицы Тимны Донат Попов проделал тот же путь Что и девочки Маршрут Инны и Светы Как раз пролегал неподалеку От злополучной стройки Группа Доната Попова Начинает по квартирный обход Ищут свидетелей Возможно кто-нибудь видел Инну и Свету поздней ночи Вскоре выяснится С некоторых пор в районе Появились странные дружинники Двое парней Штрафуют за переход дороги В неположенном месте Ведут себя нагло В конце 70-х Дружинников можно встретить На улицах едва ли Нечащие милиционеров Сравнительно небольшой отряд В составе народной дружины В Вильнюсе Насчитывающий 35 тысяч Народных дружинников Главная наша задача Борьба с правонарушениями Среди молодежи Подростков Мне тоже приходилось Патрулировать улицы С красной повязкой на рукаве Как-то раз видим Парень бежит за девушкой Вдруг грабеж Или еще что-то похуже Догнали парня в два счета Скрутили И тут ко мне подбегает девушка И прямо с сумочкой в лицо Оказалось мы задержали ее мужа Супруги просто торопились в кино Тогда на экраны Только-только вышла Очередная комедия С Луи де Фюнесс Псевдо дружинников Поймать не составило труда На допросе Они трясясь от страха Признались Захотелось легких денег Но к исчезновению людей Парни явно не имели Никакого отношения Допрос задержанных Заканчивался В этот момент В кабинете Доната Попова Раздается звонок Официантка Из ресторана «Двина» Значит Донат Поповик говорит Вот у нас С 9 декабря Не выходит На работу Королева Ангелина Костелярша Попов немедленно Отправился к Ангелине Королевой домой Дверь ему Открыла мать пропавшей Я спрашиваю Где дочь-то? Она уже гуляет Чуть ли не месяц Я говорю Где у него Какие-то знакомые Или что-то такое С большим трудом Донату Владимировичу Удалось выяснить У Ангелины Королевой Есть сожитель И он, кажется Работает на железной дороге Недавно получил Отдельную квартиру Нехорошая квартира Хотел меня убить Задушить Идеальный человек И реальный убийца Из ванны и унитаза Сантехники вытащили Очень много Внутренних органов Секретное дело О котором молчали 30 лет Донат Попов Чувствовал Разгадка где-то рядом Сыщик обратился В отдел кадров Железной дороги Потребовал фамилии И адреса тех Кто в последнее время Получал квартиры Попову дали список Несколько десятков фамилий Зато все В недавно Построенном доме Номер 13 На проспекте Дзержинского Новоселье Для меня Как и для многих Миллионов Советских людей Это был праздник Эту квартиру Дал мне завод Где я работаю Бесплатно Здесь Три комнаты А нас четверо Мы с женой И двое ребятишек Квартира удобная И платить за нее Совершенно недорого 17 рублей в месяц И мне здесь Очень нравится Теперь не придется Больше ходить в туалет По очереди И готовить по расписанию Казалось Казалось Заживем Как в сказке Правда В новой квартире Временно не было Света И газа Лифт не работал Магазин далеко А вокруг Стройка на стройке Но кого смущали Тогда Подобные вещи Сыщик Донат Попов Решил обойти Все квартиры В доме На улице Дзержинского Он лично Опросил Десятки человек И каждому Требовалось Подобрать Свой ключик Приходилось Объяснять Кто это Женщина И почему Разыскивают А главное Полагаясь На свою интуицию И опыт Понять Правда ли Говорят Жильцы Наконец Последняя квартира Тринадцатая Попов Позвонил В дверь Никто не отвечает Сосед Выглянул Я говорю Где Сосед Товар Ну я Предъявил Достоверение Мужчина Объяснил Его сосед На работе Уходит Рано Приходит Поздно Обычный Мужик Если не считать Одной Странной Детали В последнее Время Часто Включает Громкую Музу Сыщик Донат Попов Решил Навести Справки О жильце Квартиры Номер Тринадцать Вскоре Установили Имя И фамилию Это Владимир Третьяков Работал Железнодорожным Монтер Характеристика С места работы Была Безупречная Ударник Коммунистического Труда Отношения Со всеми Ровные Начальство Третьякова Ценит Он постоянно Получает Премии Идеальный Человек Так же Я поговорил С его Мастером Он сказал Хороший Человек Не курит Не пьет Все Я думаю Что такое Наливая Работа Но что-то Подсказывало Сыщику Надо проверить Третьякова До конца На следующий день В выходной Донат Владимирович Отправился Снова к нему Домой Дверь открыл Здоровенный Детина Третьяков Под два места Ростом Очень такой Мощный Товарищ Он к нему Зашел Квартиру Спросил Где твоя Королева Какая такая Королева Спросил Третьяков Я Женщин В дом Не вожу Донат Попов Вздохнул Неужели Опять Ложный След В этот момент Взгляд сыщика Упал на комод Он был Полуоткрыт В нем Сверху Лежало Женское Платье Приблизительно Мать сказала Цвет Платья В котором Была Ангелина Третьяков Заметил Как сыщик Изменился В лице А вы Про Ангелинку Что ли Спрашивали Так мы С ней давно Расстались И добавил Ненавижу Пьяных Женщин Никаких Оснований Для задержания Третьякова Не было Но Донат Попов Пошел На хитрость Предложил Хозяину Квартиры Проехать В отделение Якобы Заполнить Розыскную Анкету На без вести Пропавшую Ангелину Королеву Третьяков Нажал Кнопку Лифта И Как-то Недобро Взглянул На сыщика Донат Владимирович Почувствовал опасность Он предложил Не ждать Лифт А пойти По лестнице Впоследствии Выяснилось Это спасло Сыщику В жизнь Он говорил Что хотел Меня Убить Задушить Если я Поехал В РОВД Третьякова Встретили Как дорогого Гостя Все узнали Лучшего Дружинника Района Попову Шепнули Зря Теряете Время Но Сыщик Почти Не сомневался Это он Убийца Отпускать Третьякова Нельзя Он наверняка Попытается Уничтожить Все улики Нужна была Санкция На обыск Сыщик Набрал Телефон Прокурора Города Там Позвали А у вас Какие-то Доказательства Есть И конечно Отказались И мы решили Тогда Сделать Уантерный Ход У Третьякова Забрали Все вещи И отправили В камеру Ответственность Взял на себя Донат Попов Начальник Уголовного Розыска Решил На свой Страх И риск Осмотреть Квартиру Задержанную С собой Он взял Двух Сотрудников Первое На что Обратили Внимание Сыщики Острый Топор В коридоре На полу В комнате Были Разбросаны Женские Вещи Донат Попов Пошел Осмотреть Кухню В этот момент Раздался Душераздирающий Крик Одного Из сотрудников Ему было Приказано Проверить Балкон Я зашел Что такое О, вот Мешки Два мешка Он открыл Голова Женская Второй Открыл Голова Женская Все остальное Разрезано Женщина Женщина Из ванны и унитаза сантехники вытащили очень много внутренних органов. На первый допрос Третьякова привели в кабинет Татьяны Баженковой. Увидев женщину, он заявил, ничего бабам рассказывать не буду, твари они все. Твердил одно, я санитарь города Архангельска. Вы не судить меня должны, вы должны мне сказать спасибо. Биография Третьякова меня поначалу не поразила. Но кого даже в советское время удивишь родителями-алкоголиками? Странный, иррациональный, перевернутый мир. Нормальному человеку и не понять. Соображая на троих, будут копейки считать. А рубли, нужные больному ребенку, пробьют. Отца посадили, мать отказалась от сына. По словам Третьякова, поступок матери стал для него чудовищным потрясением. Вот психологическая травма, видимо, полученная в детстве, что мать бросила, жил он у бабушки. Несколько лет Третьяков прожил в Кемеровской области. Там он не раз помогал мужикам разделывать забитую скотину. Этот навык впоследствии ему пригодился, когда Третьяков начал убивать людей. А пока еще жизнь складывалась, как и у миллионов советских людей. Здесь он устроился работать на железной дороге, архангельской дистанции пути. Был бригадиром монтеров. Но детская обида на мать, которая предпочла сына в бутылке, продолжала жить. Вскоре Третьяков женился. Супруге он устраивал бурные сцены ревности. А если женщина где-нибудь выпивала хотя бы бокал вина, Третьяков приходил в дикую ярость. Несколько раз избивал жену до полусмерти. В итоге та подала на развод. Некоторое время Третьяков надеялся вернуть жену обратно. Но потом ему встретилась Ангелина Королева. Мужчина влюбился в нее без памяти. А затем, как это часто бывает в нашей жизни, наступило разочарование. Однажды после работы Третьяков застал Королеву без сознания. Та была мертвецки пьяна. На кухне только горы немытой посуды и никакого ужина. Думаю, любой мужчина будет недоволен. Но для Третьякова, полагаю, это стало последней каплей. В протоколе допроса записано. В моей голове все помутилось. Ну, я взял и задушил ее. Бросил в ванну и сел смотреть хоккей. Удивительно. О трупе в ванной Третьяков вспомнил только на следующее утро. Первая реакция – паника. И в голове только один вопрос. Что делать? Вот тут, думаю, и произошло превращение человека в нелюдя. Это женщины. Это из-за них все его беды. Они толкнули его на преступление. После работы Третьяков уже знал, что будет делать. Когда вечером он вернулся, я ее разделал. А труп ее сложил в чемодан и спрятал в трубу под железной дорогой. Именно этот жуткий чемодан позднее обнаружит учащийся ПТУ. Но никто из них даже представить себе не мог. Мясо внутри человеческое. Санитар города. Убивал он с особой жестокостью. Жуткая тетрадь маньяка. Это только я могу понять, что у меня здесь написано. И суд над монстром. Вдруг подаст свет, темнота. Секретное дело, о котором молчали 30 лет. Тем временем Третьяков решил. У него теперь новая миссия. Он будет санитаром города. Нелюдь отправился бродить по городу, искать падших женщин, чтобы их покарать. Вот они, жертвы архангельского маньяка. 20 декабря задушина Попова. 28 декабря Екатерина Марченко. 13 января убил Марию Герасимову. С подружками Инной Игнахиной и Светой Еремеевой маньяк повстречался вечером 25 января. Девочки возвращались из кино. Он из окна увидел их и закричал. Девочки, хотите послушать музыку? Они говорят, конечно, хотим. В квартире Третьяков предложил подружкам выпить. Уже позднее на суде он так объяснит это двойное убийство. Они с удовольствием выпили. Если они вот сейчас уже с удовольствием у неизвестного мне мужика пьют вино, так что же из них будет? Маньяк хладнокровно расправился с жертвами. А на следующий день в гости пригласил друба. Впоследствии на допросе тот вспоминал. На столе была особая закуска. Он говорит, да вот котлет каких-то вкусных. Нажарил, угощал. Ну, а я ему говорю, так ведь котлеты, наверное, были из человеческого мяса. Он меня в обморок тут же и упал. Меня в этом деле удивляло, зачем вещи убитых бережно хранить дома? Ведь это улики, да еще какие. На следствие Третьякову задавали этот вопрос. Он отмалчивался и улыбался. Много позднее, общаясь с сыщиками, я понял. Вещи убитых – трофеи. При обыске у Третьякова обнаружили странную тетрадь. Она была разлинована на графы. В них какие-то цифры. У следователя Татьяны Боженковой возникло подозрение. Неужели жертв каннибала гораздо больше? Он сказал, это не ваше дело, это только я могу понять, что у меня здесь написано. Это мои шифры. Шифры отправили специалистам-криптологам. Но они, взглянув на тетрадь, лишь пожали плечами. Это обычная галиматья. Здесь нет никакой логики. Назначенная судебно-психиатрическая экспертиза признала Третьякова вменяемым. Пока готовился процесс над Третьяковым, Архангельск гудел, как улей. По городу ползали разные слухи. Например, такие, что девочки в момент убийства посидели. Это было совершенно неправда. Неправдой оказались и слухи о том, что человечину Третьяков продавал на базаре. Чтобы не водоражить население, суд решили провести в воинской части. Борис Бурухин, которому довелось вести процесс, вспоминает. В этот момент со стороны скамьи подсудимых послышался какой-то ляск. Присутствующие в зале затаили дыхание. Многим показалось, маньяк пытается сбежать. Неожиданно кто-то вскрикнул. Чувствую, что заседатель, там одна женщина, по-моему, была. Я говорю, спокойно, спокойно. Свет зажегся через несколько минут. Маньяк был на месте. Суд приговорил Владимира Третьякова к смертной казни. Все прошения о помиловании были отклонены. 19 августа 79-го приговор привели в исполнение.